хай бибис настроение у меня марсель cry if you wanted natural ногти как вам ами даже не думайте не буду убирать ногти я в масле если чо чо сегодня поедем на процедуры будем сейчас одеваться я сегодня думаю поехать во всем черном и хочу платье нету больше морковки все мужчина по какому вопросу по какому по какому вопросу свисает морковка больше нету а больше нету морковки заяц нету не пизжу мои пусто 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 так и да вкусно такая морковь блин макдональдс я вообще походу на пп перехожу потому что типа я никогда не заказывала макдональдс морковь и яблоко яблоко вообще не зашло он какой-то невкусная морковь крутая по какому вопросу когда засмотрелся ножей и няже ой самоирония это вся я ну что я же тогда поиграем облажен как время придет я позвоню короче я готов вот так вот поеду сейчас к косметологу вот такая ой как хорошо голове то волосы распускаешь сиська там не вылетела интерес хай бибис сегодня буду отвечать на ваш вопрос показалось мне показалось пятка стерлась на самом деле это типа видите линии так показываются сильнее на пятке я уже думала там дырка ну ладно ну это просто позорище потому что я выбрасываю сразу ну ладно оправдываюсь на самом деле я хожу в руаных колготках у меня же нет денег как отпустить человека если у тебя нездоровая привязанность мне во первых хочу сказать что тебя жаль не в плане того что ты жалкая а в плане состояния вот этого это первое что хочу сказать ну больше здесь подойдет наверное слово сочувствую тебе потому что марсель выйди с балкона зараза вышел на балконе тусит понимаете он хочет в окно это погулять короче я могу сказать что в данной ситуации во первых вы должны на будущее сориентироваться что не нужно какими-то ложными надеждами себя тешить это самый основной такой важный момент потому что многие из вас почему-то делают я уже об этом говорила эпицентром своей жизни какого-то человека типа знаете как вот родители там ну ты живешь ради меня я тебя родила для себя там типа ничего не делал своего потому что ну типа я тебя для себя родила ты типа мне принадлежишь и так далее вы также делаете эпицентром другого человека что типа у меня все отлично классно пока ну ничего не случится с человеком которого я люблю или даже об этом вы скорее всего не думаете а потом человек от вас уходит почему здесь очень важно понять что в принципе привязанность к человеку это хорошо потому что но это и есть любовь потому что не всегда же будет всплеск эмоций прям лямур-тужур такой бесконечный а потом уже будет какая-то некая стабильность любые взаимоотношения но вот отпустить человека то есть ты любишь и тебя разлюбили подумай может быть и названивала написывала человеку надоедала просила постоянно проводить свое время ну то есть это ту матч вот это первый момент чтобы просто убрать понимаете вот это вот привязанность она срабатывает когда у вас ощущение появляется что я не нужна что меня бросили что я откладывалась меня кинули что я как бы как псина вот это вот до которую на привязь посадил он меня подсадил на себя никто вас не посаживает только манипуляторы так делать но они обычно если входят в отношения то там они изначально нездоровые что вас посылает ничего для вас не делать а вы просто держитесь за человека хоть за кого-то хотя бы потому что но обычно такое у девочек которых не было пап но при этом не было там и мамы именно любви либо вообще не было физическом плане до родителей но ощущение их то есть вот они типа рядом да кто-то в детском доме рос и так далее то есть вам нужно понять что вы есть у себя и только вы знаете ответы на все свои вопросы и знаете как себя излечить от любого эмоционального состояния есть до случаев депрессии когда мы обращаемся к психологам но в данном случае с привязанностью нездоровый как ты себе почему-то себе поставила такой диагноз нездоровая привязанность и когда ты преследуешь человека то есть ну когда ты его сталкеришь когда ты прям не даешь вдохнуть не пернуть вплоть до туалета я с тобой пойду буду за ручку держать и какашечку в ручке ловить ну прям ну то есть понимаете типа тоже нужно вот должно быть такое понимание как свобода у человека всегда есть свобода выбора и она должна оставаться то есть вступая в любые отношения вы должны понимать что они могут закончиться это абсолютно нормально это выбор человека ты в данной ситуации вот нездоровой привязанности не уважаешь выбор человека он решил уйти и если бы ты действительно любила человека а не была собственницей которая хочет просто привязать к себе от этим и занималась потому что ну не бывает ничего просто так ну либо ты реально ебнутая которая не увидела что он тобой манипулировал и ты такая потакала ему да и себя как тряпку половую в его глазах вот так он тебя до видел тряпкой половой и как бы понятное дело что мужчина ни один адекватный не останется такой женщины с удобной потому что удобный можно прийти в любой момент а вот к особенно какой-то определенный потом они уходят которая и пизды дает и направляет и так далее но это я говорю про супер мужчин ультра которые успешные то есть я не беру в пример долбоебов школьников каких-нибудь блять я сама была школьницами типа я беру имею ввиду серьезные какие-то взаимоотношения вот они вот эти вот детские там вот эти институтские и так далее ну студенческие отношения поэтому ты должна просто уважительно относиться к выбору человека если он захотел уйти хорошо уходи одно дело есть человек давно обещал золотые горы а потом такой типа пошла нахуй это другое дело совсем другое дело когда тебе человек ничего не обещал вы как бы встречались но как бы ты его заебала может я просто ситуацию не понимаю понимаешь в чем выражается вот эта нездоровая привязанность отпустить ну а как понять отпустить может быть ты где-то проебалась либо человек непонятно понимаешь как тебя утешить не хватает вот в этих вопросах предварительная история как зацепить парня который так со всеми мило флиртует как-то для него особенный я вам так скажу девочки вы никогда не станете особенно для человека которому вы изначально не нравитесь но это и женщинами точно так же но мужчины могут любить женщину но если он не будет в ее вкусе либо не будет обладать какими-то качествами которые ей важны как минимум да что-то в нем не будет что ей нравится то тут вообще без вариантов так же как и с мужчиной но мужчины больше действует на инстинкте да то есть их влечет физика какая она красивая какая она вот эти там скулы губки там носик глазки бровки ногти там еще что-то да попа сиси то есть их вот это влечет и потом уже они начинают осознавать а у женщин наоборот она смотрит типа что тебе есть что ты можешь мне дать но опять же адекватная женщина которая мыслит как самочка которая хочет с нормальной самочка психика которая хочет либо семью построить вдвоем либо с детьми там до в будущем либо ну как-то просто человека рядом да то есть я ну я говорю за здоровые типа взаимоотношения поэтому не надо там не говорить а вот бывает и так ну блять я говорю прямо типа за традиционное что-то и серьезное вот поэтому для него особенно ты не станешь если он тебе не замечает флиртовать я тоже со всеми флиртую хотя наш это у меня такая манера общения вот надо уметь отличать флирт реальный флирт когда ты со всеми флиртуешь как шлюшка да другое дело вот я например я во всем обращаюсь там зай пупс там солнце моё там малышка блять ну это для меня не имеет типа я это не подкрепляю какими-то весомыми но не вкладываю в это какой-то смысл глубочайший то есть это просто как привет мне сказать ну как пукнуть блять ну правда просто а многие думают например что я флиртую а вот с теми кто мне нравится я по-другому общаюсь я по-другому называю людей которых я действительно люблю но могу к ним также обращаться зай пупс но в их случае я подкрепляю что-то я вкладываю смысл вот поэтому ты просто не отключишь у тебя ревность какая-то и все эти не нравятся тебя у вас вы знаете просто так пишет обычно девочки которые школьницы либо студентки потому что ну именно вот такие недоразвитые в хорошем плане что не хватает опыта вот и они вот начинают вот это знаете у них аля турнир вот этот гонка да за мужика не гонитесь если ваши то она от вас не убудет вы я вас воспитываю как женщин как красивых милых созданий сокровищ которые нужно получить потому что вы этого заслуживаете они чтобы вы кидались на всякую падаль поймите что если вот намного приятнее когда мужчина к тебе проявляются безусловно вы должны там отвечать переписываться продолжать диалог от но обязательно но должны быть вот эти какие-то понятия как мужчина должен начать диалог закончить о конже мужчина как дверку там не знаю открыть то же самое это просто это этикет такой но у меня вот такое воспитание и я не общалась никогда с мужчинами которые такого элементарного не делали понятное дело что тоже могу писать звонить блин это не так работает с мужчинами к сожалению они начинают абстрагироваться я не против такой схемы на я вам говорю что не надо ее лучше использовать потому что я вам еще раз повторяю мужчины они почему-то это воспринимают как ну что вам нечего делать там еще что-то забей как поменять свой тип мышления и мировоззрения но на самом деле это только с опытом либо читать книжки но книжки это самые большие угуны вот писатели потому что все что они говорят это придуманные истории большинство то и ну почти все книги это придуманное есть да на реальных событиях но там про любовь про всякую просто я вам хочу сказать о том что каком плане ты хочешь поменять мировоззрение ты хочешь стать там начитание да какие-то слова типа бич говорить потому что бич у нас как в русском языке этой сука переводится и пляж по-английски и это кнут до бич и это бич это ну вот бомж какой-то до бичевка там лохушка какая-то то есть но что ты хочешь типа что для тебя мировоззрение мышление ты должна для себя понять только ты понимаешь знаешь на это ответы как понять вот поменять мировоззрение это очень такие вопросы которые не решаются за один вопрос ответ вот это видос потому что здесь есть очень важный момент такой как зачем мне это нужно что для этого нужно и когда я это получу в какие сроки что ну и все вот три вопроса которые задаются вот просто у меня не было никогда такой позиции но я например хотел лучшей жизни просто я сменила круг общения я ну в плане лучшей жизни что я поняла что те люди которые меня окружают есть ними деградирую они глупые они мне неинтересны то есть я присутствую но я не хочу общаться и не хочу с ними гулять видеться то что но прям вот бичи реально вот прям бичевки а я тут самый бич кнут и просто бич сука как перестать быть кем-то одержимой или чем-то я уже сказала на первый вопрос когда отвечала не надо ложной надежды понимаете вы очень наделяете людей качествами которыми они не обладают и вы очень много вкладываете в какие-то слова вам нужно смотреть на поступки человек намного лучше если он не говорит а делают говорить важно но лучше говорить когда уже сделаешь потому что к сожалению такой закон подлости работает что когда ты говоришь она почему-то редко сбывается либо очень тяжело дается что делать если все вокруг гуляют тусуются а тебе не с кем но бывает такое это главное не плачь не грусти мото попа не будет расти я вот не грустила глянь какой отрастила ну просто все будет но не сразу москву не сразу строилась значит не нужно на данный момент тебе это займись сам развитием сериала смотри знакомься в интернете с кем-то гулять ходи там можно найти с кем пройтись там сходить куда-то как-то училась школе и вообще расскажешь только школу я была хорошей sky об этом говорила мне не нравилось учиться я очень много проебывала научилась я хорошо просто многие предметы вот например по диаметре у меня три потому что я ее не хотела понимать там такая мерзота старая карга преподавала у нас пиздец как не сдаваться и сохранять мотивацию вы просто должны понять что блять я всегда себе об этом напоминаю что если я нихуя не буду делать то нихуя и не будет то есть лучше я буду делать плакать страдать мне не будет получаться но я буду пытаться чем я ничего не буду делать то что ничего не делать она ни к чему не приведет а если вы хоть что-то будете делать стараться что-то придумывать работать над чем-то да то результат 100% какой-то да будет. И вы уже хотя бы, даже если мелепиздрически, будете понимать, от чего отталкиваться, что поменять и так далее. Вот. И должна быть самокритика, что да, действительно, сейчас я проебалась, но будет, но я буду стараться, и когда-нибудь все будет хорошо. Я буду делать все для того, чтобы ускорить процесс лучше себя или лучше своей жизни. Я ускорю процесс сближения будущего. Как найти свою сексуальную сексуальность? Как ее развить? Да она как-то, ну, в процессе еблинга и просто там, одежду, когда облегающие одеваешь, смотришь на письмо свою, когда дрочишь, и вот тогда понимаешь. Парень жестко оскорбляет, бросает красивые слова на ветер. С того. Ну, так отчет с ним не расстанешься. Как... Как отпустить человека, если не расстались, но кажется, что так будет лучше для всех. Как отпустить? Ну, блядь, просто расстаться. Вы должны просто, я еще раз говорю, уважать выбор человека. Мы никогда не знаем, что будет завтра, что... Как развернется жизнь, понимаете? Вы можете общаться с каким-то человеком, потом перестать и через 10 лет встретиться, заобщаться он будет вашим будущим мужем, там, я не знаю, лучшим другом. Вот. Я вот никогда не могла подумать, что после ссоры с Александром мы так сплотимся еще больше и крепче, чем было до этого. Мне рассказывала причину, то есть вы такие, типа, вот, как-то могла его простить, а я, ну, там, не простила Трофима. Разные ситуации. Абсолютно. И я тогда вообще сказала Гасану, что это похуй, вообще похуй. Вот. На что мой молодой человек, бывший, такой, типа, нет, он должен уйти, просто человек, мой бывший, молодой, хотел, чтобы от меня ушли все близкие люди, чтобы я осталась одна и чтобы он мог мной как куколкой нивелировать, как ему нравится. А я этого не заметила. Какая идеальная разница в возрасте между партнерами? Ну, я думаю, не более 20-30 лет, потому что это уже ту матч. Ну, даже вот 15-16 лет, ну, блядь, я, я хуй знает, как люди общаются. Ну, мне кажется, эта разница, вот, 15-16 лет, она, ну, даже 20, а незаметно, если тебе, блядь, 40, ему 60. Ну, хотя, ну, вот тоже, блядь, я честно считаю, что любви все возрасты покорны, но просто, ну, вот, если тебе 16, ему 32, ну, это пиздец, ну, о чем можно говорить с человеком? У него там бизнес, работа, еще что-то, а у тебя там учеба, школа, потом институт, у тебя другая жизнь, это очень сложные такие отношения, и здесь вопрос, типа, к педофилии есть, потому что, ну, он должен искать своих ровесниц, либо от 25, там, 22 лет, ну, взрослых дам, которые уже хотя бы после 18, да, им есть вот этот возраст, типа, согласие, вот, потому что, ну, разные вопросы могут подниматься, когда тебе 40, а ему 60, или там, тебе 16, а ему 60, тоже есть вопросы, ну, а что делать молоденькой девочке рядом со старым пердуном? Неужели она в нем нашла только, блядь, какие-то там умы, я не знаю, ну, бывают, да, хорошо сохранившиеся мужчины, но это крайне редко, и мне кажется, это больше как картинка, как вот этот танцующий дед, это просто картинка, а-ля пейдж, и все. Как часто делаешь себе приятное? Постоянно я себя всегда радую, все, что я хочу, а кто будет меня радовать? У меня есть только я, понимаете? Я сама себе цветы могу подарить, купить, если я хочу, косметику позволить, все, ну, вот, там, сумочки, туфельки, и я, потому что я это заслуживаю, потому что я шикарная девушка, почему нет? Почему я должна ждать, чтобы мне кто-то подарил? Я хочу, значит, я куплю, какая нахуй разница, блядь? Как часто люди, что? Какая, так, что-нибудь хотела поменять во внешности? Я бы сделала липосакцию рук, живота и ляшек внутренних, и, наверное, писю бы еще уменьшила, не знаю. Ну, просто у меня желание, чтобы все было идеально, ровно, прям супер, вот такая фигура, то есть, прям вот до дистрофика, потому что у меня есть склонность к лишнему весу, но я думаю, либо я так сделаю липосакцию после родов, там, после 25, потому что у меня сейчас молодое, красивое, потянутое тело, мне все нравится. Ну, после родов все объяснит, я бы сразу после родов, там, сколько адаптация, месяц, ну, я думаю, поменьше у меня будет, вот, ну, судя по родам моих родителей, ну, мамы и бабушки и родственников, все нормально там было, но я потом сделали пасакцию, потому что есть склонность к лишнему весу в семье. Мужчины все вот такие, а бабы, ну, они в старости, пузико чуть-чуть появляются, а бабы, блядь, может, распидорасить. Хотя по молодости все вот такие, а мне и молодости не повезло, сейчас повезло, сейчас я постраняла, но это чисто диеты, спорт, стресс, ну и все. Как относишься к медитациям, сели мысли, хуйня полная, блядь, не ведитесь на эту хуйню, правда. Люблю вас, пока.